Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok всем. Христос воскрес. К республике готовлюсь. Прошу прощения у всех в храме. Простите ради Христа. Надеюсь, Господь еще позволит сделать это лично. Благодарю за молитвы. Дух бодр, плод немощно. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, кто-то оставил эту фигуру там? Чья эта фигура? Так, ко мне какие вопросы есть? Я то сейчас уезжаю с Настю навестить. Надо ведь поеду их ищетить. Нас поклон передавать. Обязательно, конечно. Так, еще? Что? Какие вопросы есть ко мне? Быстро задавайте. Матросов нет вопросов. Никаких нет? Ну ладно, тогда все. Спасемся нет, Батюшка. Главный вопрос. Будете трудиться? Да. Нелезно. Спасетесь? Спаси Христос. Царство Небесное усилием берет. Надежнее. Ну так употребляйте усилия. Дороги со всех сторон сейчас есть? Да. Со всех сторон нет дорог. Жаль. Я уезжаю. Нет, сейчас... Молодец. Просмор нет. Брат. Веди за собрание. Давайте я почитаю. Пока Сергея снимаешь. Ну... Хочу. Что, сегодняшнее чтение, да? Да. Это Самарянку читаем же, да? Правильно? Там много. Ну давайте. Там по полной программе. Там минут на двадцать, давай. Дольше не будем. Пять аст. Может быть, даже где-то с концами. Может, там по понятию. Можно это. Может быть, на второе чтение. Сегодня два было. Так сегодня Самарянка. Давай Самарянку. И Анна. Четвертая была. Там батюшка про Самарянку рассказывает. Может, давай второе. Давайте я могу побыстрее. Да, сейчас, сейчас. Тихо. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и Аминь. Христос, пожалуйста. Ивангелие Таана, 4 глава. С первого стиха по 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил его ученики, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Толкование. Фарисеи услышали об Его славе и, зная, что они позавидуют Ему и восстанут против Него, удаляются в Галилею, научая нас двум предметам. Во-первых, щадить врагов и всячески стараться не давать им повода к соблазну или зависти. Во-вторых, неразумно и без пользы не подвергаться искушениям, но удаляться на время, пока ярость укоротится. «Хотя он силен остановить своих завистников, если бы они и устремились на Него, однако же уклоняется, дабы дело воплощения не показалось призрачным. Ибо если бы он постоянно удалялся из среды их, то чего бы и не сказали фантазио-дагеты, то есть на Манес, Валентин, проклятые втихи и ученики их». Евангелист, намекая на клевету завистников, говорит, что хотя Иисус не крестил, однако же завистники, желая подкрикнуть фарисеев против Христа, клеветали, что он крестил. Надлежало же ему проходить через Самарию. Он заходит к самарийцам как бы между делом. В 5-6 стихе и так приходит он в город Самарийский, называемый Сигарь, близ участка земли данного Якова сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, уструдившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Толкование. Стоит сказать, откуда и произошли самаряне, и отчего получили они такое название. Самарон. Называлась гора от имени своего владельца. Как Исайя говорит, глава Ефрема Самарон. 7-й глава 9-й стих. Исайя. Живущие под горою первоначально назывались не самарянами, а названы были ассирианами. Наконец, когда они вознамерились отпасть, ассирианин взял их в плен и, опасаясь нового отступничества, не пустил, попустил им далее оставаться в их стране, но расселил их между вавилонянами и медянами, а оттуда привел из разных мест народа и поселил в Самарии. После всего Бог желает показать варварам, что Он предал им иудеев не по бессилию своему, но за грех их на переселившихся в Самарии варваров, напустил львов, которые погубляли их всех вообще. Когда об этом довели до сведения царя, Он призывает к себе некоторых старцев иудейских, бывших в плену и спрашивает, что бы нужно сделать, дабы львы более не погубляли варваров, живущих в Самарии? Они объясняли ему, что Бог Израилев презирает на то место и не терпит, чтобы там жили незнающие законов Его. Посему, если Он заботится о тамочных варварах, то нужно послать иудейских священников, которые бы преподали варварам закон Божий, и таким образом Бог умилостивится. Царь слушает их и посылает одного священника, чтобы он преподал самарянским варварам закон Божий. Это мы читаем 4 царств, 17 глава, 24-26 стихи. Но они приняли не все божественные книги, а только пять Моисеев, бытие исход, левит, числа и второзакон. Не оставили они совершенное от нечестия, но по временам отставали от идолов и почитали Бога. Истинно. Посему иудеи по возвращении из плена всегда относились к ним с ненавистью, как к ассирианам по происхождению и от имени горы называли их самарянами. А они сами себя называли потомками Авраама и Якова, потому что Авраам был халдей, а Якова считали своим по причине находившегося тут источника. Иудеи же считали со всеми язычниками и их самарян нечистыми. Почему в Укаризну Господу говорили «Ты самарянин» Иоанна 8, 48. Он сам говорил ученикам «В город самарянский не входите» Матфея 10, 5. Для чего евангелист подробно говорит о местечке, в колоде Зиякова? Во-первых, для того, чтобы ты не изумлялся, когда услышишь, что женщина говорит «Отец наш Яков дал нам этот колодец». Ибо место это было Секема или Секем, где сыновья Якова, Симеон и Львий, произвели жестокое убийство за то, что сестре их Дине причинено было насилие князем Секемитов. Потом из того, что евангелист передает нам о местечке и колодезе, мы узнаем, что отвержение иудеев издавна было за грехи их. И когда они оскорбляли Бога, тогда язычники обладевали их местами, и что они нечестием погубляли то, что патриархи приобрели веру во Христа. Посему нисколько не ново, если и ныне язычники введены в Царство Небесное вместо иудеев. Еще читать? Тут очень много. Седьмой и восьмой стихи. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Толкование. Он для путешествия не употреблял подъяренных животных, но ходил пешим, научая и нас не требовать многого. Показывают вместе и то, что Господь совершил путь усиленно, а небеспечно. Откуда и мы научаемся совершать дело Божие с усилиями старания. Так как вследствие человеческой природы он жаждал, то нуждался и в питье. Когда же он просит пить, с ним вступает в беседу женщина с душою любознательною. Что же нужно было делать? Уже ли отвергнуть женщину такую любознательную, жаждущую выслушать разъяснения своих недоумений? Но это отнюдь не свойственно человеколюбию Божию. Примечает, пожалуй, и точность евангелиста. Он не сказал утвердительно, был шестой час, но чтобы и не погрешить, против истины сказал, было около шестого часа, сообщая достоверность своему слову. Иоанна 4 глава 9, 11 стихи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Толкование. По виду и, может быть, по одежде и по другому положению, говорит ему, как ты, будучи иудей, и так далее. Смотри, как прорицательна эта женщина. Если бы нужно было беречься, то нужно было бы Господу, а не ей. Ибо не сказано, самаряне не сообщаются с иудейными, но иудеи не сообщаются с самарянами. Однако же, женщина не останавливается на том, но подумав, что Господь совершает дело противозаконное, исправляет бывающего не по закону. Христос открывается у себя не прежде, как обнаруживалась добродетель женщины. Когда же обнаружилась добродетель женщины, ее проницательность и точность, тогда уже начинает и беседовать с ней о предметах высших. Если бы ты, говорит, знала дар Божий, то есть, если бы ты знала, что дарует Бог, что Он дарует вечные нетленные блага, если бы знала и меня, знала бы, что я, как Бог, могу дать тебе их, то ты просила бы и получила бы воду живую. Водою называют благодать Святого Духа, потому что она очищает приемлющих ее и сообщает им большое освежение. Водою не стоячую, какая бывает в явных и колодезях, гнилая и испорченная, но живою, то есть бьющую ключом, вскакивающую, быстро текущую. Ибо благодать Духа делает душу всегда подвижную к добру, всегда полагающую восхождение. Псалом 8, 3, 6 стихи. Такую воду живую и всегда подвижную пил Павел, забывающий заднее и стремящийся к переднему. Филиппийцам 3, глава 13, 14 стихи. Женщина говорит ему, Господи, Господин, видишь ли, как скоро она отстала от низкого мнения и воздает ему большую честь, называя Господом. Однако же она не постигла глубины речей Христовых, но в ином смысле говорит о воде он. В ином смысле понимает она. 12, стих 15. Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в ней источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать толкование. И Якова считает отцом своими себя, причисляет к иудейскому благородству. Когда женщина сказала, неужели ты больше отца нашего, то Господь хотя не говорит прямо, что я подлинно больше, дабы не представив еще доказательства своей силы не показаться тщеславным, но приготавливает к этому своими словами. Кто пьет воду сию, тот опять вас жаждет, а кто пьет мою воду, тот не будет жаждать. То есть если ты удивляешься Якову, который дал воду сию, то тем более должна удивляться мне, которая дает воду гораздо лучшую. Ибо вода, которую я даю, делается источником воды, постоянно и непрерывно умножающуюся. Ибо святые не то только и сохраняют до конца, что получают от Бога, но через благодать они принимают семена и начатки добра, а сами приумножают их и возвращают. На сие указывает Господь притчу о талантах. Матфея 25 глава 14-31 стихи. И о содержателе гостиницы, Лука 10 глава 35 стих, получающий два таланта, через оборот в дело приобрел другие два. Матфея 25 глава 17 стих. И содержателю гостиницы, принявшему израненного разбойниками, Господь обещает, если что, и сдержишь из своего, я отдам тебе. Лука 10 глава 35 стих. На это и здесь указывает Господь. Я даю жаждущему воду, но вода, которую я даю, не остается в той мере, а умножается и делается источником. Так, в оглашениях Анании, Господь дал Павлу немного воды. Деяние 9.17. Но эту малую воду учения, Ананина, Павел показал источникам так, что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иллирики. Она кажется понятливее Никодима. Тот, выслушав весьма много подобного, говорил, как это может быть. Иоанна 3 глава 9 стих. А она начинает уже пренебрегать источником Якова. Если, говорит, ты имеешь такую воду, то дай мне, и я не стану уже ходить сюда черпать. Видишь ли, как она Господа ставит уже выше Якова. 16.22 стихи. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме, будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Толкование. Она, чтобы скорее скрыть и вместо получить, говорит, я не имею мужа. Теперь-то Господь через пророческое ведение открывает свою силу, перечисляет прежних ее мужей и обнаруживает то, того, которого она теперь скрывает. Не пришла ли она в досаду, выслушавши это? Не оставила ли его и не убежала ли? Нет! Она еще более удивилась, еще более укрепилась и говорит, Господи, вижу, что ты пророк и спрашивает его о предмете божественном, а не о житейском. Например, о здоровье тела или об имуществе так целомудренной и благорасположенной в добродетели душа ее. О чем же спрашивает отцы наши поклонялись на горе этой? Говорит, это оба в раме и его преемниках, ибо здесь, говорит, Исаак принесенным на жертву. Как же, говорит, вы говорите, что должен поклоняться Иерусалиме? Видишь ли, как она стала выше? Незадолго перед этим она заботилась о том, чтобы не мучиться жаждую, а теперь спрашивает об учении, то есть догматах, посему и Христос, видя ее понятливость, хотя и не разрешает сегодня на умение ее, ибо оно не имело особенной важности, но открывает другую, более важную истину, которую она не открывала ни Никодиму, ни которого не открывал, ни Никодиму, ни Нафанаилу. Наступает, говорит, время, когда Богу будут поклоняться не Иерусалиме, не здесь. Ты, говорит, стараешься доказать, что обычаи самарянские достойнее обычаев иудейских, а я тебе говорю, что ни те, ни другие не имеют достоинства, но поступают, наступает другой некоторый порядок, который лучше обоих этих. Но и при этом я объявляю, что иудеи достойнее самарян. Вы, кланяйтесь тому, чего не знаете, а мы, иудеи, кланяемся тому, что знаем. Себя самого причисляют к иудеям, потому что он говорит применительно к понятию женщины, а она разумела его как пророка иудейского. Посему-то он и говорит, мы кланяемся. Как же самаряне не знали, чему они кланяются? Они думали, что Бог ограничивается местом, посему, когда и львы их пожирали, как ныне было сказано, они через послов донесли царю васириан, что Бог место сего не терпит их. Однако же и после того они долго продолжали служить идолам, а не самому Богу. А иудеи были свободны от этого понятия, и хотя они все признавали его Богом всех. Ибо спасение от иудеев слова сии подают нам двоякую мысль, или ту, что благо для вселенной произошли от иудеев, ибо знание Бога и отвержение идолов от них имеет начало, и все прочие ученики мучения, то есть догматы из сей самый род вашего поклонения самарянского, хотя неправильный, получил начало от иудеев. или Господь спасением называет свое пришествие, которое было от иудеев. Можно под спасением разуметь и самого Господа, который по плоти был от иудеев. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. 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 Толкование дочитайте дома, там еще много страницы 3 еще читали. Ну, интересно познавать мучения. Кто болящий то у нас? Мы с Настей поехали, кого еще нет? Те же все болящие вот тут. И маленького субъекта и все болеют. За Настей молитесь и все плохое. Лиза тоже заболела, поэтому помолитесь. Ну, сижу относить. Отошло полегче. Полегче. как Ваня как отец? Отрезвый. Все слава трезвый. есть такая поговорка один в поле не воин. Показывает этого человека фильм поставили что один воин. Он целые полки заменял. кто это? Кто это? Слепетал. Сегодня батюшка про это говорил только, чтобы развивали свои ну, это в том в отрасли, когда еще не все засохло. Был один поле города устроился немцам там звать Николай героик Советского Союза и сколько он принес победу в той области выиграл. Вот подумайте кто это такой? Как надо разговаривать? Чтобы слово тронуло. Даже читать и тут посмотрите Дмитрий Менделеев это не ученый а один выступает программу ведет отдельно песни с ней и у него он говорит ходит по сцене и говорит тут кадры какие-то идут никогда не подумай что он читает он только взглянул дальше уже подготовился и читает мертвого разбудит как преподать я это считал слушал с интересом и переписал себе даже он новые какие-то данные находит а кто этот такой там гривнительный такой кто он такой почему вот сейчас мы разговариваем сидим дома но сегодня будет один человек который нас всех заменит один уличный проповедник называется кто его видел в фильме огориканец ну не знаю сколько ему ну или 35 наверное есть и он выходит какая-то тумба там стоит или на парапете встал рядом люди идут полицейские стоят никого не смотрят сзади у него написано кто не покается будет в аду вечно гореть уже проповедь сзади рядом его кто-то снимает все время в это время один подходит что-то тут наворачиваешь он подошел как ударил вот уже подошли полиция за него полиция заступается полиция говорит ты маленько потише говори а почему должны говорить вы что тоже хорошие вы с наводом что делаете и гонят теперь против полиции они против он за них уличный проповедник я вот же имя фамилии не знаю ему бог открывает вот когда один там собирались какой-то оброк делать отовсюду люди съезжались а ему бог открыл что в этот день там напротив дома дом стоит с оружием один человек снайпер начнет убивать людей по порядку 20-30-40 будут мертвецы падать и он заранее явился куда люди идут проход допустим где-то с вокзала не ходите и все где-то там смерть будет смерть будет покайтесь грешники голос послушайте какой он нам бог если доверяет слово божье ему надо подготовиться вы знаете у каждого начальника охрана есть ну кто скажет самый охраняемый человек во время войны какой был в Советском Союзе Левитан как его звать специальные команды немецкие были Гитлером посланным чтобы найти его он поддерживал миллионы людей вот говорят везде проникает евреи им кто-то поддержит а у него так не было он еврей и Сталин знал на суде нужен был диктор где-то приходил один другой третий и записывали уже запись была магнитофонная и он был и он признали специалисты что не годится а в это время у Сталина готовилась речь в это время он начинает говорить это уже к ночи ближе и Сталин послушал и сразу телефонную трубку снял и говорит мой доклад чтобы он считал еще его никто не знал ему никто не помогал он еврей он к этому подготовился так как лучше никто не сделает так он еврей вот это он и не еврей не то что евреи там успели там деньги сунули это нельзя сделать Сталин сразу дал особую охрану отправить в Куйбышев в особом подземелье где-то и все время менять места ему команды целые были посты наверх от Гитлера сегодня прям показывают найти уничтожить его в плену если человек был где-то услышал его речь он сразу ободрялся выход есть а мы Слово Божие считаем как как мы рассказываем выходит священник там где-то говорит вот выходит голову так опустил но не кто-то батюшка мне рассказывает где-то ездил он там руки в карманах и стоит бубнеет что это такое даже не поднял ни разу глаза не увидел как люди реагируют на это огонь не вспыхнет потому что там даже дыму нету не тлеет ничего если ты знаешь путь туда ты не можешь молчать написано возвысь голос твой на горах а сегодня где это это интернет через интернет знаете как много может сделать вот там на столе еще три вот такие лежат это Волобоев 28 лет фотографировал вчера батюшка ему звонил может приехать на день деревни 28 лет ездить деревне до которой ему дела нет и он такие премии получил всемирного значения на международных киноконкурсах фотоконкурсах а почему он талантливый он фотохудожник и ни разу не было чтобы он нарушил порядок который потеряете никогда такой у него характер сделали больше этих не было по одной дали и все батюшка заказывает 30 теперь ему больше уже сколько 360 рубля а у них уже там все закончили если бы много тысяч тогда бы дешевле было теперь он я ему сообщил Александр Павлович он туда опять заказывает бумаги нет достать дополнительный выпуск сделали сколько ну заказали там 40 2 пачки и он мигом это сделал в течении недели это в его области в его везде где бы ты ни был ты должен поставить задачу быть первым ни вторым ни третьим многие бегут на ресталище на стадионе но один получает награду вот олимпийские игры на льду когда вы посмотрите что там делают девчонки совсем молодые ну как вот наши и она одета подверстие конечно там все ну как она прыгнет в воздухе вот так крутится в воздухе на коньках опять на коньках поехала задним ходом точно так же какие пироэты делают на ногу едет а нога вторая вот так поднято сколько ее спрашивает когда она получила уже золотую медаль сколько ты времени проводишь еще в школе учится а всего ничего это нигде не потребуется а те которые борются бьются как они здесь бьют друг друга приучают когда в спарта было такое государство они готовили проверяли владение сослебольной каждого рожденного на седьмой день принести комиссию осматривает у него природный дефект значит сгоры сбрасывает и все на этом там чайки растащит или кто как их учили программа 7 лет все виды борьбы а потом а потом пинком его и через забор а вот теперь ты через 3 месяца явишься ни одной копейки нету ничего вот теперь попробуй прокормить себя и чтоб тебя не разоблачили кто ты вернулся и в Америке готовят забрасывает в Африканское государство где ты должен спрятать что с собой рация не прикасаться получить паспорт выйти в начальство и делать что сказали тогда проверим кто ты такой посоли так вот это там называют какие они не прерия ну на Амазонке вода везде а он оказался слабый я сейчас не знаю сколько 47 кажется у него было не на ворен все погибли спецназ американский мы в небо идем как мы должны ценить слово Божие вот у нас лежит трехтомник вот по нему никто из вас вопроса не задал а он какой сделан так как впервые за 2000 лет вышел вот такой комплект из трех книг в котором полное толкование нового завета ни в западной ни восточной церкви это не было и никто не поинтересовался никто не спросил а по интернету спрашивают а почему вы решили раскрасить Густаво Даре а почему комментарии смещенники до епископов доходят и вчера мы с одним договорились Виталий он коленников был даже в Потеряевке может нынче приедет и он давай вопросы задавать и сегодня ролик будет стоять уже по пунктам почему зачем я должен доказать каким трудом мы искали больше всего раскрасил Игорь Владимирович Добунов сколько времени он потратил раскрасить вот посмотрите какие картины черные там ничего не видать раскрашивают портреты Сталина сейчас все до Южукова там не было цветного тогда не было вообще фотографии слихных не было только у немцев были теперь все это искусственно раскрашивают а нас это не касается вот нет только сегодня руководителя все замерло и все по-другому уже пошло а один в поле если с ним Господь это воин и вот несколько хотелось сказать моментов у нас считают иногда Златоуст но вы войдите в то что он считает он считает буквально горящая тема он приготовился писал и про Златоуста пишет я даже не знаю верите или не верите он был первый кто стал говорить устно не по бумажке да не может быть в 47 году он умер еще что в 4 столетия по бумажке на Григория Богослова Василий Великий нет этого это прямо написано в его биографии он первый который стал говорить у Петра I у него сразу дошло а что не считает то приять по бумажке не считать чтобы каждый говорил что он знает чтобы дурь каждого была видна четко и понятно это дурь прикрываема такие важные события в Библии вот сегодня у меня тема я повторю немного детям говорил любое действие имеет начало и конец у человека родился начало а на самом деле это не начало начало еще в утробе матери он рождается что он там чем она его табаком травит в утробе тем он будет и притом начало везде у птиц у мировой истории начало Библии никто не знает общая в начале Бог смотрел а как разные фильмы оконцовка показана везде земля загорится весь мир увидит когда люди умирают в гроб кладут видят да как да вот сидел да покачнулся упал или с крыши кончина есть без начала без конца над Хиседек был но у нас есть начало а почему Бог так не сделал чтобы начало было известно я думал об этом молился и со вчерашнего дня мне начало Господь помаленечку открывать почему потому что есть такое место в Писании говорится и так ревнуйте Павел говорит желаю чтобы все пророчествовали и скажи кто такой пророк ну Гольт Бессинг пророк Ванга то есть она сказала что курс будет утоплен а все сказали как курс утопнет когда он на возвышенности стоит а почему дьявол о смерти говорит и Вольф Мессинг говорил когда война закончится еще три года воевать он говорит 9 мая она закончится как он мог знать а в Германии он сказал Гитлер будет разбит его везде искали арестовали а он ночью их всех заэкспертизировал двери открыл и утек и убежал в Советский Союз почему называется пророк будущее знает это неправильно Моисей вперед почти ничего не сказал но описал прошлое это надо знать настоящее будущее а сегодня перекидывается на то Павел говорит что если кто войдет к вам он обличается всеми пойдет и скажет с вами Бог вот Господь ее раскрыл и она стала говорить Господи не то что будет с нами самарянам это интересно вот выступает сейчас священник Дмитрий Смирнов и говорит о гибели русского народа окончательном о гибели христиан он говорит рядом с патриархом Кириллом очень известный священник прямо так ролик называется о гибели христианства и русских людей и его проверку не сделал на вторую точно это показывает и здесь Господь ей говорит о прошлом о прошлом не о будущем мы не знали бы чем это закончится а прошлое для чего нам нужно вперед посмотреть а вот теперь знаю видел человек пьяница а теперь почему это случилось в семье никому не было пьяниц почему а вот теперь по слову Божию посмотрите апостол Павел впечатляет там то там то они роптали и пали и ни один день не вошел они зашли осмотрели землю 40 дней ходили путешествовали все понравилось двое на шесте несли кисть виноградную это какой же виноград то был да какая ветка его удержит и вот так и нарисовано на шесте висит виноград и они его несут 40 дней ходили и что они узнали а они не хотели быть верными Богу и сказали нам не взять там люди как деревья большие а стены такие высотой там до небес они панику сеяли никого нету 40 дней и Господь дал определил 40 лет будете ходить по пустыне песок будете жевать и все до одного умрете кому больше 20 лет сегодня какой бы ты ни был только 600 тысяч пало а осталось 2 человека только которые сказали правду мы победим большинство там где Бог мы одержим победу Господь сказал двое останутся жить кто это? Иисус Новин халев ну громче халев и Иисус Новин халев и Иисус Новин знать нужно а это Павел говорит были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое и зная прошлое вот это мы должны ужаснуться что было с Россией священников подряд всех истребляли уничтожали здесь какой-то Рогов был на Алтае он истребил больше 60 священников и тогда уже советская власть начала на ним охотиться и кто-то сказал за рот сена видели вечером они подходили к нему но окружились со всех сторон и тогда его убили он никому не подчинялся главное зло это священство главное священник ночью стучит так батюшка ты дома священник запер на все у нас бабушка умирает надо а у священника приказ давным-давно если кто зовет умирающий и ты его не исповедуешь тебя извернут из сана что он 50 лет священник ни одной пробки не сказал за это его ничего никто не тронет но если не пошел он выходит он за грудки пошел и тут же в лесу сразу вешает ваш поп уже висит там подберите его я говорю человеческое и сегодня мне казалось раньше что такую беду пережило священство новая будет теперь власть и как-то они будут по-другому относиться ничего подобного еще более злые еще более коварные еще более жадные пьяные давят людей его вытаскивают из машины он едва стоит это все сегодня заснято кто-то не угобил какой-то там а он такой сильный человек оно не вдвое здоровые такие наклонили его через ограду и священник и господин как боксер бьет и все снимается и снимается а потом показывает священник это кого они били и сбивали это как понимать я обманулся на сто процентов мне казалось в памяти народной это будет надо жить по-другому чтобы люди за вас заступились что вы нужны народу а сегодня нет сегодня не то что низкий авторитет у церкви никакого нету где бы ни заговорили о священстве плюются и все что они делают посмотрите Андрей Кура выставил материал когда ну знаете вот Библия Лопухина в трех томах была за сколько ее продавали церкви в то время тысяча рублей стоил нет нет не тысяча кто? Лопухина Лопухина три тома что вы рассказываете я покупал ну 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 кто знает ну я вам говорю за сколько я покупал три тома за тысячу рублей ну ты покупал не в тот год когда покупал год тысячелетия Руси я покупал а нет ну вот тогда ну вот тысяча может было в таком деньги такие были рублей 250 в то время в 87 году они выпустили Стокгольм он институт подарок русскому народу ну и сколько платили в то время что покупал но я Библию за 25 рублей купил не Лопухина простую Библию Лопухина три тома а в три тома 12 книг томов было заложено они ее сделали такую церкви здесь продавали везде продавали а они сказали мы собрали деньги собрали с разных библейских обществ правительства Дании Швеции там еще дали деньги потому что надо было напечатать и привезти это сделали здесь сразу же стали продавать там написано 100 рублей я помню в Барнауле 200 было официально а заработок это средний заработок месячный и вот оттуда началась опера теперь дальше не прекратили а почему Данила монастырь надо выставлять Андрей Курай выставил материал этот вот первая была крупная опера перед всем миром опозорились а дальше уже табачная и водочная уже бриллиантами там нефтяными и проще миллиарды пошли и в этом сегодня обвинять нынешнего патриарха больше всего я не знаю но это открыто все везде говорят его не Кирилл Кирилл называют мы не присоединяемся но даже молиться и помнить Невзоров сильно воюет против церкви он говорит я не хочу чтобы Попов снова вниз головой с колокольни спускали а они этого не понимают Невзоров Александр Глебович он понимает они не понимают и вопросы-то стоят концовка показана чем это другим не закончится только этим поголовно Бог будет выжигать священство ну можно сегодня остановить но это было в истории посмотрите начало когда было ничуть не бывало когда сказал и ты-то против священников как это против тогда против священства все выходят из Икиили Сая Иеремия они громили буквально их вы толкаете плечом и боком его человека а то кто не нравится вам вы развратили народ вы не учили народ Осия говорит из-за неведения народа народ погибает а вы виноваты Малахи говорит проклятие вы все прокляты десятину не платите а десятина это что священство они не учили ни в одном храме нигде десятины нет но оторвали на несколько точков вот для чего мы собираемся чтобы не попасть в число этих а туда очень легко влететь поэт был такой Александр Сергеевич как вам фамилия а второй во время кто был почти столь же известный кто Смуроков нет кто Грибоедов Грибоедов а как он жизнь его как закончилась печально печально и он говорит считаешь с чувством с толком с расстановкой не так как Панамарь сравнение с самым худшим в церкви считают Панамарь Бубни Бубни Господи Милой Вчера мне звонит один священник и говорит помолитесь обо мне о чем я сам не знаю начинаю вроде говорить а потом смотрю что я говорил у меня бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля вот так вот губами потом маленько плодя бля-бля-бля-бля-бля-бля Святой, там, Аверхи, а дьякон вышел, как-то орарем махнул, вон им, что ты орешь, замолкни, и у него сразу, так больше не будет, сразу срезало, и горло больше, ни разу звука не издало, я говорю, а помолюсь, ты вообще ничего не скажешь, тогда не так, а как, ну и вот дальше как, стали разговаривать, понимаете, везде надо брать опыт, и опыт, что последний, поворот Земли нам известен, последний участь каждого человека издается, все предстанем перед ним и дадим отчет, все, перед престолом потечет огненная река, об этом мы считаем в 7-12 главе Даниила, сектанты не могут ответить, что за река, Ефрем Сирин говорит, чтобы все прошли через нее, праведник выйдет оттуда, сияющий как золото, грешник как головня обгорелая, и над каждым написано убийца, блудник, то есть все его заслуги, один раз услышали, что воображения нет, братья подошли к Ефрему Сирину, сирианин, действительно, сейчас война идет оттуда, брат, расскажи, монахи говорят, ну как суд божий был, что вы спросили, он заплакал, ухватился за голову, он видит суд божий, и первый день плащет, и второй, для него было плакать, как для нас дышать, под глазами были борозды от слез, Больше ни о ком не сказано, нельзя это сказать, нельзя, а потом все-таки немножко разговаривался, как вспыхнуло небо и земля, как трясется земля, все мертвецы выходят, и открывается дело каждого, братья, не надо знать это, давайте, ожидая это, болитесь, давайте исправляться, мы-то чего и остались-то здесь, на службе там многие, тем более дети стоят, ничего не понимают, Это что, сегодня разве? Вот батюшка, если будет упускать что-то где-то, и с него спросится, а что не понимают где-то, любое смещение, для этого нужды никому никакой нету. Одна же была написана такая песня, посвященная Бухенвальду, где немцы многих уничтожили, и ее там взяли на экспертизу, советская такая цензура была, и не приняли ее, она не подошла, там такие слова, а кто-то сказал, вот будет праздник, и подсунули туда муслима Магомаева, слышали такого? Ну, Саша, по крайней мере, знает. Ему дали исполнить, и в интернете сейчас это стоит, он разломал все препятствия, все сказали, так эта песня уже написана, а он как ее исполнил, посмотри, когда он исполняет, кажется, он, его нету здесь, он весь превращается в один звук, какую жестикуляцию делают, а дальше уже теперь океан, и все показали, как это есть, и памятники. Найти нужного человека. Вот у американцев у них бывает так, ну, такая наша маленькая община, а знакомые есть такие, мастера художественного слова, их они платят им, и они приходят и говорят проповедь, а совершенно неверующие. Так а что толку-то? Ты еще не видел, сколько людей каятся. Вот сейчас Билли Грейма показывает, когда он умер, сколько ему там, 99 лет было, он приезжал, тут и патриархия давала ему, он выступил больше, чем перед, лично сам, 300 миллионов человек. Сколько президента было, он мусон, все, люди каялись, там Бог разберется. Послушайте, хотя даже не понимаю, ты поймешь, он не спит. Он вот так вот, руки в карман, вот так стоять не будет. И каждое слово на месте, он не психопат, не падает, ничего. У нас примеры перед нашими глазами. Люди, которые буквально с нами живут, как американский этот проповедник. Как он говорит, он руки простирает. Вот вы говорите, вы лесбиянки, вы в аду будете. Лесбиянки, это гомосексуалисты женского пола. И далее они подходят, кривляются перед ними, смех закончится плачем. Плачьте и рыдайте. И он это все по-английски говорит, а тут надписи бегут, как это по-русски будет-то. Его нельзя не остановить ничего. И кажется, он день и ночь только и говорит. Громким голосом, на половину улицы везде слыхать. Когда портопопа вакуум говорил проповедь, написано, на другом конце села люди могли слушать. Вот есть у Куприна рассказ Анафима, там, отец Олимпии, кажется. И когда он, голос такой протидиакон был, да, по них ходило, то есть большие люстры звенели от сотрясения воздуха. Я немного хотел сказать о том, чтобы мы к этому как-то готовились. У нас очень близко, что мы расстанемся. Мы уезжаем. Нынче батюшка перенес, потому что дороги нету. И день деревни не в мае, а в июне. А там после 14-го было. Ну, я еще посоветовался, он всегда советуется. Наверное, ты правильно говоришь. А у нас 10-го июня заезд. 10-го июня. А 3-го день деревни. Митрополита пригласили, там написал и в зарубежном, и Иларион, и Марку. Кого знал, у кого был, когда-то гостил. Везде их. И, видимо, вот эти теперь он будет дарить. Не зря он брал их. К слову сказать, осталось 3 экземпляра. Кому надо берите, больше не будет. 88 картинок, кажется, этих, которые есть. Я подумал, мы туда уедем, а мне надо быть там. Митрополита будет, сказали, так. Я приеду туда. Седьмого, сказать, третьего сюда, а седьмого туда. Какой толк? Поэтому я выезжаю на неделю раньше. А вы, которые здесь, которые думают ехать в лагерь, вы сюда приходите, как у нас намечено было, в субботу. Так, Андрюша, если обратимся к тому человеку, вопрос, видите-ка, все, все просто и понятно. Чтобы можно было увезти, я раньше начну думать, там, муки всего достать, помолитесь все, хотя я уже никому не обращаюсь. Мы не знаем, как составить объявление, дать знать. Лагеря нету, чтобы люди могли приехать, отдыхать, с детьми, работать. Требования те же самые, но слово лагерь исчезает. Жить буду в домах. Особенно дети с родителями, никакой проверки никто не может сделать. Ни законно, ни противозаконно. Вот, вы же грамотные, ну, помогите составить. Я составлю, ну, почему я должен? В деревне у нас было устав в составе, ну, надо было. Ну, Леню барабашки дали. Она неделю, что ли, продержала, пришла, говорит, ничего нету. Давай на меня опять. Я написал 40 правил, 40 правил по сегодняшний день. В деревне, там, нельзя там разжигать, там, нельзя поливать. Ну, все, весь ритм захвачен здесь. Ну, и вы тоже помогите. Делать это объявление, и, видимо, в газеты надо будет обратиться к воскресенью, подготовьте. И из нескольких мы что-то составим. Вот у меня первая книга была «Церковь свободная тюрьма». Вот она лежит, вот посмотри. Я не знал, как ее назвать. Больше всех названий дала Чернявская Александра Ивановна. Она, кажется, 26, что ли, названий разных дала. Понимаете, какой был человек неравнодушный. А другие давали. И в общей сложности, я думаю, у меня было более 50 названий. Но назвал я по-своему. Потому что я знал содержание всех стихов. И там ступени такие. А Напанаил нашел картинку такую. И она как бы возводит. «Церковь, свобода, а нет тюрьма». Неверующий не может быть нравственным. «Золотовой свобода» пишет. Да и так понятно. То есть вот к вам повозьба себя расшевелить и маленько. Мне нужно, нужно объявление сделать. Ну, чтобы не я только в этом деле участвовал. Вот Виталий Калинников стал делать хорошие ролики. Считает мои стихи. Я никогда не ждал. Ему там прям талант открылся. Как он считает и с каким выражением. И он туда подпустил разной музыки. Ну, она музыка-то. Я слышал голос, он мои стихи читает. А потом про общину. Мы в лесу когда были. Какие люди приходили. Кто здесь записан. Это первый ролик. Два часа двадцать минут. Два часа двадцать минут. Но вдруг нас заблокировали этот ролик. Во всех странах написано. Заблокирован во всех странах. То есть по селу-земному шару. Почему? Мы вчера бились, бились, бились. Уже второй день. Ну, специалисты есть, открыли все это. То, что музыка, это у нас на роликах монетизация называется. Вот мы сейчас говорим, это мы выставим. И кому-то понравилось, он туда раз свою рекламу приставил. Но он должен заплатить. И они платят за это. И один зашел и говорит. Вот как вы начали это, у вас это. За это время сколько вы заработали. То есть не мы, но сказать наш видеоканал. Пять миллионов четыреста тысяч. Да это что, насмешка какая-то. Откуда такие деньги. А вот дальше переводят доллары, оно в долларах там где-то. А сколько я могу получить? Я не получал и не получу. Я просто спрашиваю. Ну, оставляют, что там есть. Конечно, даже организация-то, кто-то сделала. И там делят-то. А делят так, что может мне достанется там 100-200 рублей. Может быть. А может быть 2000 там. Не больше. Я не брал ни разу и не думал. Но реклама эта мешает смотреть. Мне выговор делают. И вчера наш специалист зашел туда ночью. Он, я ему говорю, данные тут чисто. И он оттуда из дома управляет все здесь. И теперь я так глазами гляжу, что он куда давит. Какую кнопку нажимает. Из дома. Может из Потеряевки. Может из Америки. Сейчас только я назову пароль. И он оттуда. И видно, как он по экрану ищет. И он сделал. Где музыка убрать. Она закачивает. Обработка. До утра обрабатывала. А утром я встал. Зарядил. Где музыка была. Я все думал. Как голос от музыки отличить. Оказывается, не придумали. Она смела. Очистила ни голоса, ни музыки. То есть. А фотографии идут. Продвигаются. А дальше ничего нет. Но я этому мастеру и говорю. Видимо, ему тоже была новинка. Что снять с нас монетизацию. Что мы за ней получаем. Но. У нас очень большой ресурс. И поэтому те, которые за нас деньги получают. Они к нам снисходительно относятся. А мы уже думаем. Если мы закроем. И копейки от нас прибыли не будет. Они легко могут там откуда-то жалобу принять. И нас заблокировать. Вышли на других людей. Которые знают. Говорят, нет. Это не влияет. Нет, нет, нет. Это вы. Ну мы осторожность проявили. И. Не могут найти одну кнопку. Где нажать, чтобы с нас снять монетизацию. То есть на нашем ютубе, на нашем ресурсе. Никто заработать не может. Ни мы никто. Снять. Не можем. Уже двое суток. Уже сколько людей подключалось. И в Америке там я кого-то только мог. Все задействовали. Все говорят. У них этот ролик они скачали. И теперь они ставят. Он у них работает. У меня не работает. Хоть заново. Все перенасчитывай и делай. Я такого тоже не встречал. И притом по сегодняшний день никого нет. А больной Сергей этот парализованный. Его нету. Его нету. То есть он видимо совсем немощный. Я ему скинул. Он бы сразу принялся. И как правило он находит. На меня нападали роботы. Я утром хожу. Зарегистрировалось. 100 роботов. Откуда они? Что они сделают? Я не знаю. Я по одному их полдня сижу и убираю. Блокирую. А на завтра они приходят уже не 100. 150. Я за один день только убрал 2,5 тысячи их. Зачем они? Никто не знает. Сергей сказал. Никто. Никто не мог сделать. Парализованный сделал. Они перестали ходить. Сейчас помаленьку. По два, по три заходят. А на два, три то я расправлюсь тут. То есть человек каждый должен определить, где он нужен. Вот у нас сейчас впереди прямо стоит. Так. Это вот что мы выезжаем. На этой неделе я картошку засал. Я картошкой все засадил. А Надя, Муха, она посадила 2 маленькие такие яблоньки стоят там, где яблоки были. Может они будут. Я посадил. Так. Мы договорились, Михаил Петрович. Ты их через лунку, через две я бросал, заранее размочил в семечки тыквы. Ты поливаешь, если нужно будет. А я думаю, не надо. Так, всего хватает. И полишь. А урожай весь забираешь себе. Если ты их выгодут большие, там одну-две откатишь, чтобы у бабушки было. И все. Мы с тобой договорились. Смотреть за этим надо. Мне не надо. Но я посадил, и картошка была, и мы все сделали на этой неделе. У меня такие будете, и никого больше нет. Я говорю о вещах очень простых. Вот у нас электричество, чайник подключают. Включили, но он сам выключается. Просьба большая. Отходите из вилки, ветерните. У нас дома вдруг перестала плитка работать, а вкручишь, она сразу включается на полную мощь. Сейчас ни поворотов никаких не надо. Значит, сгорает что рядом, и дальше все будет. Из розетки выдергивать не надо. Они надеются, что у него там сработает что-то. У нас в деревне один был пчел. Оставил на земле, а самого нету. Ну, у него там термостат или кто-то. Добавил. Пчелам жарко, они вылезли наружу. А он опять застыл. И они все застыли подняком, весь пол. Ни одной пчелы нету. Надо быть рядом и смотреть. Я уже не один раз забывал вот так вот. И написал. Прибил бумажку. Включил плитку, ни на шаг. Внимание, и пока плитки прибил. Сейчас плитку включу, и ноги сами куда-то надо. Но я на маленько. Вчера взял, маленько отошел. Зашел и сразу забыл. И все, что у меня было поставлено, в пятый раз перекипело. Не отходить. Отошел, и все. Поняли? Поняли. Вот это я просто хотел бы. Чтобы мы как-то приняли. Вот там у меня с угла лежат книги. Вот сейчас как раз ее надели рукой. Выходят, боком задевают. Вот так вот они на ту сторону и падают. Это нехорошо. Ну, я не знаю. Там. Может, помаленечку себя как-то сдвинуть. Сегодня я ходил прямо, прямо уже совсем. Книги сохраните. Вот сегодня один заходит. Я живу в Румынии. А работаю в Нидерландах. Я на вашем ролике. Я русский человек. Как книги ваши выписать? Позавчера, кажется, из Англии. Наши книги очень-очень далеко идут. Мы никуда не развозим. У нас это остаток. У нас лишнего уже ничего нет. Эти еще где-то можно найти по отдельным томам где-то. Так. Про Новый Завет. Вот вчера меня расспрашивали. Какие люди интересуются? А почему именно это? А почему в Новом Завете ветхозаветнее? Я должен сказать. Потому что Новый Завет на основе ветхого и там много есть. А почему тогда взяли в общении Гестава-Даре того 230 картин, а 10 другие. А потому что я даю 297 в комментариях. А там я говорю о сегодняшнем положении. А в сегодняшнем положении сегодняшние картины. 10 картин оттуда взяли. Сурикова. Там Левитин, кажется. И там тоже. Можно я по этому поводу скажу? Еще надо. Сейчас Патриархия Московская выпустила тоже новую Библию с цветными иллюстрациями Густава-Даре. Переводили 4 года. Из черно-белого в цветное делали 4 года. Что, расскажешь? Московская Патриархия выпустила Библию со цветными ваши. Вот как вы? 4 года делали. Да, вот они сидят у нас. Тут Наташа Приходько работала и Ольга Унагаева. У нас все там написано. Я теперь, когда сидят и говорят, где-то есть цветные. А я смотрю, одинаково раскрасить в разных местах нельзя. Я смотрю, нашими картинами пользуются. Тут была Галя Силина, приехала, была она в Ленинграде-то. И где-то в монастыре была и говорит, до слова уважения Тус, она была в мягком пересвете. А там, говорит, твердо мысзана. И спрашивает, не дает. Она нас не касается. Пускай на дело идет. А теперь она, видишь, как и ламилированная. Вот. На 3 июня. Меня запишите, я с вами поеду, если Бог даст жизнь. Да, ладно. Так, 2 июня. 2 июня. Так, кто с вами поедет в Потеряевку? Ровно 200 лет, как Потеряевка, вошла в списки земельных и землеустройств Латайского края. Это прямо мы из музея достали. Так, 200 и 27 лет, как начали восстанавливать. Кто хотел поехать еще? 2-го, в субботу, 2-го июня. Я в этой же машине обратно. Батюшка позвонил вчера вот этому. Убрали этот. Ну, где-то был здесь. Волобуеву. Так, вот по-новому завету я хотел вам маленько тут сказать. Ну, все. Будьте аккуратны. Большая беда, когда люди не знают, как. Вот смотрите. Семь озеро, и там детский лагерь был. И что-то они решили на лодках. 14 ребятишек утонуло. От президента Путина сразу же все лагеря проверить. Вот у нас лагерь, они нас там, Роспотребнадзор, посещали детский карас, и мы после этого я ликвидировал лагерь. И что они добились, они еще? Вот лагеря закрыли. А теперь уже не 14, а 64. Теперь воды боитесь? Теперь в огне будут гореть. А почему? Они не исследуют. Они видят концовку жизни детей, но не видят начала. Я к этому призываю. Научитесь по концовке прийти к причине. Почему? Почему воскресный день во время Великого Поста они в развлекательном центре остались? Сейчас, говорят, их специально подперли люди, которые были закрыты. Они выйти-то не могли никак. Специально. И некоторых не могут опознать. Они просто в пепел превратились. Какая температура там была. А могут они, чтобы не было. А до этого было 100, кажется, 80 ребятишек под капельницами. То отравлено. Я сколько помню, у нас не было ни одного случая. Почему? У нас святая вода, проспоры и молитвы. Каждый день и без благословения никто не купается. Никто. Из лагеря выходим, три поклона. Пришли к старшему. Благословите. Ваня, так? Ну, кто у нас в лагере был? Наша пасма знает. Так, так. Так, смотрите. Вот надо смотреть внимательно. Заходишь в трамвай. Ну, сидели-то в автобусе два. Человек сядет, который с края. За ним там стенки пустое. Ну, как его? Ну, стоят рядом люди, держатся. И женщина дёрнули, она бабка упала, сломала шейку. После этого она сколько лежала? А почему? Не села-то? Да тут пустое. Ну, воздвинул, да как-то неудобно. А ведь мы сидим на это, не пускаем никого. Вот наша скамейка. Вот стоит сегодня Николай Кручевна. Я уже вот сюда двинусь. Ну, никак нету. Игорь сидит, я вот тянул. На меня вернулся, сидит. Я-то сильнее. А этот за ним подвинется. А этот за этим подвинется. И там место для троих. Не с места. Всё время. Это про нас мы всё видим-то. Мы видим только концовку. Я считаю Писание и нашёл, что Бог даёт нам время размыслить. А почему с Израилем так? Почему такое отношение к евреям? Почему такое к мусульманам? Чем дальше будет? Бог показывает концовку. На суде Божьем все пристанут. А теперь посмотри этот путь. Вся история перед глазами пойдёт. Господи, только не быть похожим. Не покайтесь, все так же погибете. Не просто башня упала на них. 18 человек. Но почему? Почему напал Гитлер? Сегодня такие истории пишут, что он опоздал. Сталин на две недели позже хотел напасть. Войну везти на своей территории Советский Союз не думал. Готовили парашютистов. И не бани, а 2 миллионов могли забросить. А дальше война пошла бы не так. А Господь знал, как сделать. Сегодня не только там Виктор, этот Резун, Суворов подписывается. Сегодня все историки пишут и согласны. Да так. Да так. Вот надо посмотреть, какая причина. Почему нас Бог так наказал, что за каждого немца по 5 человек заплатили. Трупами завалили. Страна-то осталась без мужиков. А как без мужиков, вот они теперь воспитаны. Дети, это мы с того времени вышли. Отца дома нет. У меня коллега отец. Да хоть какой-то был, без руки. У других и такого не было. Вот и спрашивают. То есть надо научиться размышлять. А размышлять категориями священного писания. А вот здесь так было. Почему Иерусалим должен быть попран? Потому что забыли Бога. А если? А если, Господь говорит, услышу. И что? Ничего. Вы закрылись, а вы будете есть свой кал и свою мочу пить. Он заплакал из-за этого. Тогда говорит, Господи, что делать? А Исаия говорит, ничего. Ночью вышел ангел, один взмах и 175 тысяч трупов лежит. Все, иди домой. Побежал домой царь-то, а на него восстали сыновья. И сыновья его убили. И все. Надо научиться смотреть, а как это было. А то я дошел до этого состояния. Ну себя исследуйте, Павел говорит. Верили вы? Ну мы ходим в церковь. Я не про это спрашиваю. Верили вы? Ну я молюсь. Верили вы? Я посты соблюдаю. Прощущаюсь. Нет, верили. Это все можно делать механически. Я смотрю, вот допустим, во время богослужения у нас с детьми занимаются определенное время. Как так? В интернете. По литургии идет. Ну и что? Ну и она идет литургийно. Она никуда не денется. По порядку совершается. С детьми занимается. Они хоть здесь маленько что-то узнают. А там-то они ничего не знают. Прямо нападают. А почему так? Привыкли мы. Пришли, стояли. Мы знаете как. Я вот никогда в октябре сиди сято почему. А я православный. Мы не такие моления, как у старообрядства. 12 часов служба идет. Зачем ему садиться-то? Нас просто еще понимают. Не знаю. Ко мне зашли тут новосибирские. Родня. Ну и у нас тут праздник такой-то там начинает. Я говорю, а что он означает? Стоят двое и не могут ответить. Ну, престольный праздник вам могли рассказать хотя бы как-то? Я давай им рассказывать. А нам некогда. Так, Татьяна. Татьяна у нас. Запиши двоих. К нам приезжала Галина Влеска. Вот недавно была. И мама Анастасия умерла. Внезапное прободение. Тонкое какое-то кишки и все. Опутали проводами и все. Анастасия. И вы знаете, у нас Гавриил Ричкунов со своим. Они приходили здесь с женой. Уехали на Украину. Отец Петр Боретин. Вчера он умер. И его запиши. Петр и Анастасия. Хотя бы дней сорок поминать. Я ни того, ни другого не встречал. Но детей, знаю, приезжала она Галина. Ну, и эту знаю мы, которая оттуда приехала. Она в Викторию. Вот так. Ведущий. Ведущий. Помолимся? Ну, не спаси. Ангел, возбивший благодать. Веда одни и чистая дева, радуйся. И пакет реку, радуйся. Твой Сын воскресе три дня от гроба. И мертвую я воздвигну. Вы, люди, веселитесь. Светися, светися. Новый Иерусалим. Слава Бога Господне. На тебе восьея. Рекуй ныне, веселися сегодня. Ты же, щасая, красуся Богородице. А встанье Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно пусть, покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, Звеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok